Да, я был в Карабахе во время выборов 31 марта. Об этом было много сказано. Наверное, многие те, которые следят за тем, что происходило и до выборов, и сейчас, видели все эти документы, которые были напечатаны мониторинговыми группами. Но и, как вы сказали, как вы заметили, политики сами уже сделали заявление. Маси Смаилян, который пришел вторым в результате выборов президентских. Происходили и парламентские, и президентские выборы одновременно. Для Карабаха, для Арцаха это, конечно, уникальная ситуация, потому что до этого не было такого прецензента. Я бы сказал, что активность была очень высокая. 73% избирателей пошли в избирательные участки. Как мы знаем, с утра, об этом мы много писали с утра, там были люди стояли в очереди, некоторые даже кандидаты, президенты стояли 40 минут, ждали того, чтобы зайти в избирательный участок. Ну, как бы, не только тот факт, что и парламентские, и президентские выборы происходили одновременно, но и то, что до выборов была очень активная кампания, 14 кандидатов в президенты и много денег очень. Для Карабаха это на самом деле уникальная ситуация. Деньги были, ну, можно было увидеть огромные постеры, там видеоматериалы, там предвыборные ролики и все это такое, как бы в этом смысле было очень активно. Но и говорилось о том, что, как бы, очень много так называемой благотворительности происходило именно от одного кандидата, бывший премьер, там об этом тоже много говорилось. Как это могло повлиять на выборы, я не знаю, но факт в том, что многие из кандидатов и те люди, которые вышли на улицу вчера, а вот это тоже, как бы, само по себе беспрецедентно, потому что не было поствыборных таких развитий в Карабахе в истории Арцаха за последние 30 лет. И говорилось много о том, что вот было очень много проблем и в день выборов, и до этого, и та группа, которая вчера закрыла одну из улиц в Сипанакерте, говорила о том, что вот эти выборы не будут приниматься как легитимными, и они будут продолжать протестовать на улицах. А Масис Майлян фактически, как вы заметили, значит, министр иностранных дел бойкотировал и сказал, что его, значит, у него там 26% голосов, это больше 19 тысяч людей, которые дали голос именно Майляну. Он как бы объявил, что вот именно из-за коронавируса, из-за того, что могут быть серьезные развития после этого, значит, объявил и попросил своих, значит, соратников не идти на выборы на второй тур. Сейчас, по-моему, неясно, что может произойти, либо выборы по закону, по конституции Карабаха Арцаха должны происходить 14 апреля, две недели после первого тура. И неясно пока, какие будут избирательные бюллетени. Там будет, скажем, только имя Араика Арутюняна, если Масис Майлян, значит, бойкотирует, или же будут оба имена, и посмотрим, как люди проголосуют. На нынешний момент я думаю, что все-таки окончательно неясно, какие могут быть развития. И в какой-то мере я считаю, что в Карабахе, да, существует политический кризис. Я на этом остановлюсь, послушаем коллег.